МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот. Столько соли хватит? Конечно, спасибо тебе, дорогая моя, чтобы я без тебя делала. Солил бы рыбу без соли. Ой, пакет дырявый. Ой-ой-ой, ну-ка, ну вот соль просыпалась, значит быть беде. Да ладно тебе, все-таки в своей вере глупости какие. Он у нас на заводе 20 лет штамповали ведра, так мы с ними с пустыми туда-сюда ходили. Ну, чего такого не случилось? Не случилось, завод-то ваш обанкротился. Да ладно, не нервничай-то. Ну, как не нервничай? У меня муж ушел на речку кошку топить. Уже два часа как должен был вернуться, а его все нет и нет. Ну, это тебе мужик есть мужик. Куда он зашел пиво попить? Что, ты не знаешь мужиков-то? Господи, ну не переживай, ты вернется. Да я бы не переживала. Только час назад кошка вернулась. Здравия желаю, инспектор, удалой. Так, я не понял, а вы что подмухает что ли, а? Никак нет, господин начальник. Ну что, просто сегодня веселый день, хорошее настроение. А из салона почему так спиртягой несет? Так это же я сиденье спиртом протирал. Но сейчас же грипп идет. Вот я и дезинфицировал. Да судя по запаху, вы там не дезинфицировали, а мумифицировали кого-то. Здравия важнее всего. Может, хватит уже эту комедию ломать, а? Вы вообще понимаете, что вы вытворяете? В таком состоянии на дорогу. Вы что, не в курсе? Если выпил, руль в руки не бери. Ну вы скажете тоже. Я пьяный и так неважно вожу. А вы говорите, что надо вообще без руля. СМЕХ О, Великий, к вам пришел посол далекой, покрытой плохими дорогами и снегами с северной страны. Сколько раз я тебе говорил, сын шакала, не рей так. У меня от этого даже рахат лукум поперек горло стал. Что ты стоишь? Иди зови. О, мудрый султан, добродетельнейший из добродетельнейших, величайший из величайших, деликатнейший из деликатнейших. Позволь с тобой обсудить пару важных государственных вопросов. Подожди, подожди, посол, что такое у тебя под глазом? Синяка? Опять с моими янычарами шешбет играл, да? А ты, наверное, махнул на хлевар. А тебе развлечение, а мне с твоим правильным потом отношение выяснять? Да ваш тут ни при чем. Это я с женой поругался. С женой? Ну да. Тебе, султан, хорошо. У тебя их вон сколько, женца. Посолил с одной и прогнал ее из дома к ее матери. И живи с остальными. Значит, ты сын северного морозоустойчивого Ишака, считаешь, что гарем имеет это весело, да? А скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь приходилось 2336 раз объяснять, где ты шлялся всю ночь? Вот, Серега, ответь мне. Ты по жизни кто? Пессимист или оптимист? А кто из них женщин любит? Кто-то не любит. Да нет, 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 да не понял. Все люди делятся на пессимистов и оптимистов. Оптимисты, они уверены, что жизнь состоит из белых и черных полос. И нужно идти по белым, чтобы с тобой ничего не случилось. Идиоты они, твои оптимисты, понятно? Пока ты будешь выбирать белые полосы, а машина собьет. Хорошо. А вот пессимисты, наоборот, уверены, что жизнь это скунс. И какая бы полоса ни была, черная или белая, пахнет все равно одинаково. Зачем ты в бане проскунся, а? И пессимисты тоже твои идиоты. Потому что если жить как они, то печень заболелит, и ты глаз начнешь дергать. Так, погоди. То есть ты считаешь, что и пессимисты идиоты, и оптимисты идиоты? Да. А тогда ты кто? Ну вот кто ты, Пашлин? Вот как ты живешь? Я нормально живу. Ну что здесь нормально? Ну, хорошо тебе бывает? Плохо тебе бывает? Бывает. И? Ну что и? Когда мне плохо, меня скорая забирает. Когда хорошо, полите. Доктор, вы пишите мне что-нибудь. Ну, нельзя же совсем без лекарств. Можно, дорогой мой, еще как можно. Организм, он сам справится со своим недугом. Не надо ему мешать. Слушайте, вы так говорите, как будто мой организм, это не я сам, а кто-то посторонний. Мой организм, это я и есть. Ну, и у меня болит. Вам плохо, потому что вы не доверяете своему организму. Он вас за это наказывает, мстит вам, делает больно. Ну, так вот и вы пишите что-нибудь, чтобы он перестал надо мной издеваться. Милый мой, ну, никакое лекарство тут не поможет. Вы должны сами проанализировать, где, когда и, главное, чем вы обидели свой организм. Слушайте, как я мог обидеть свой организм? Ну, я не знаю. Ну, может, сказали что? Или подумали? Да у меня руки трясутся. Вы посмотрите. Ну, у вас руки трясутся, потому что вы курите. Я не курю. Я бросил. Значит, пьете. Я не пью. Я бросил. Давно бросили? Нет. Вот только решил. А, видите? А организм уже испугался. Ну, вы пишите мне что-нибудь от страха, ребята. Слушай, ну, как ты можешь это читать, а? Сто основных способов очистки кармы. Это же бред. Слушай, ничего не бред. У каждого человека есть карма. И если за ней следить, она будет чистая и светится. Светится? А скажи мне, когда ты ночью попить вставала и ногой об холодильник ударила, что ж себе кармой не подсветила, а? Дурак ты, Саша. Я? Ты покупаешь книгу, написанную девятой реинкарнацией Аристотеля, живущей почему-то в Санкт-Петербурге, и я при этом дурак. Так. Между прочим, очень хорошая книга. Да бог всем с Аристотелем, вот это вот вообще выше моего понимания. Что? Кем я буду в следующей жизни? Книга, написанная после духовного контакта с зеброй, бывшей в прошлой жизни львом толстым. Это же супер бред. Слушай, ладно, это не бред, это теория, которая говорит о том, что если человек достойно прожил эту жизнь, то в следующей жизни он обязательно станет каким-нибудь хорошим животным, или даже опять человеком, да, а если плохо, то плохим. Вот если бы ты мог выбирать, кем ты будешь в следующей жизни, кем бы ты стал? Ну, ничего не буду выбирать, ты что, это полнейший бред. Ну ладно, ну не эпатетически, ну представь, ну давай, ну кто? Я не знаю, ну, с собакой, например. То есть ты ничего не хочешь менять, да? Монжарами, со мной совсем недавно произошла приинтереснейшая история. С вами? Да, призабавна. А что за история? Я вам её непременно расскажу, но вы наперёд скажите, как правильно будет поступить по этикету? Кто должен входить в дом первый, гость или хозяин? Ну, конечно же, гость. Да? А если гость мужчина, а хозяин хозяйка, женщина? Тогда хозяин. Мужчина просто обязан пропустить даму вперёд. Да? А если дома темно? Тогда мужчина проходит первый и проводит с собой даму. А если мужчина гость не знает дороги? Тогда дама на права хозяйки проходит первая и проводит с собой гость. Абсолютно с вами согласен, Фёдор Иванович. Абсолютно с вами согласен. Да. Ну, так что за история? А, да! Давеча я был в гостях у своей знакомой. Так. Дома было темно. Дороги я не знал. Ну, 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 и как же вы поступили? Мы простояли в дверях два часа. Вы знаете, браво, я бы и поступил, но точно так же, да. А, кстати, к вопросу об этикете. Давеча за обедом вы каждые пять минут целовали руку графене Марии Дмитриевны. Да. Это что, какое-то новое модное правило этикета? Нет, что вы, Гаврил Семенович, просто мне забыли подать салфетку. Леночка, собирай свои игрушечки, нам пора домой. Я бы на твоем месте так не спешила. Наслаждайся моментом. Когда еще с дочкой погуляешь? Не поняла. Мы же с тобой так каждый вечер гуляем. Это пока. А скоро я выйду замуж. И все, не смогу с тобой так часто гулять. Начнутся домашние хлопоты, бытовуха, потом дети. Ну, так это еще не скоро. Как сказать. Думаю, выйти замуж после зимней четверти. Как раз каникулы будут. Подожди, деловая. Это с кем это ты свадьбу играть собралась? С одноклассником моим, Сережей. Я же тебе про него рассказывала. У него кроссовки красные красивые. Как я их увидела, сразу его полюбила. А он, когда тебя увидел, тоже сразу полюбил. Еще как. Он меня на перемене прямо в губы поцеловал. Так это... Как это так произошло? Это было очень нелегко. Но три моей подружки помогли мне его удержать. Уважаемые работники. До каких пор это будет продолжаться? Почему, чтобы отсканировать документ, вы вызываете системного администратора? У нас сканер работает странно. Мы с ним как-то не дружим. Со сканером не надо дружить. На нем надо документы сканировать. У меня кот он сканер за день освоил. Знает, куда лапой нажимать. Чтобы он работал, и на нем теплее кататься было. Так, хорошо, идем дальше. Вы зачем сломали ксерокс? Мы не ломали. А ремонтник сказал, что по нему минимум неделю кулаком долбили. Да он не работал. Да вы поймите. Только идиоты будут в своей тупости обвинять технику. Еще раз повторяю. С аппаратурой не надо дружить. Ее не надо любить. С ней не надо драться. На ней работать надо. Да. Алло, дорогой, как хорошо, что ты меня позвонишь. Дорогая, а ты где? Зая, я в машине. За мной кунется трамвай. Я не знаю, куда ехать. А ты съезжай с рельсом. И включи навигатор. Да не включу, я с ним поругалась. А вот скажи мне кун, как ты относишься до жадных людей? Ну, жадность, она такая, знаешь, категория философичная. То есть вот дурню она может вред принести. А человеку, так сказать, разумному пользу. Это какую такую пользу, а? Да ведь келяш, я знаю, я же человек щедрый. Я знаю, что для родного человека готов снять последнюю рубаху, чтобы ему приятность, которую сделать. Да ведь кунется. Давай, давай, давай. Помоленько, помоленько, помоленько. Будь мало, будь мало. Ты чого, это кун? Ты собі больше наливаешь, чем мне. Как это? Как, как? Вот так. Ты собі как наливаешь? Как? Буль-буль-буль-буль-буль. А мне как? Буль-буль-буль. Это случайно, лично. Давай, поровну наливай. Гораз, гораз. Слышь, куми, ты последи там за дверью, чтобы Галя нас не запалила, а я пока разолью. Буль, буль, буль. Буль, 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 буль. Все, Бикола разлип. Пудло. Буль, 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 буль. Пока я хочу прочитать письма наших дорогих и многоуважаемых радиослушателей, то есть ваши письма. Так вот, отличное письмо от начальника стрелочного перевода станции Козятин Владимира Козырева. Валюта Джан сейчас находится на распутье. Он спрашивает, какая жена лучше, страшная, но верная или красивая, но гулящая? Дорогой Валюта, понимаешь, это, конечно, дело вкуса, но вот мое личное мнение, да? Мне, например, больше нравится есть вкусный шашлик хором, чем клевать по мед в одиночестве. Клянусь, да? Просыпайтесь. Кривошеев. Кривошеев ути-пути. Мышка бежала, хвостиком вильнула. Щекотушки, 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 щекотушки. Сестра! Ну, имей совесть, а. Дай поспать. Ну, тут вам не гостиница, между прочим, это больница. У нас все процедуры по расписанию, я его разбудить не могу. Так ты ему на ушко скажи, 17.52, пора домой. Он же в офисе работает, должен проснуться. 17.52, пора домой. Давно, видимо, лежит, отвык. Мышка, да что ж такое, а? Ты разлёгся, ну-ка, ну, просыпайтесь, больной, просыпайтесь, хватит уже. Всё, разлёгся он здесь, давай, давай, вставай. Медсестра, ну что вы спать не даете, ну что случилось? Ничего не случилось. Вот, выпить и снотворное. И быстро спать. Вы и так уже вам всю палату перебудили. Ну что, сосед, давай, может, ещё помаленько? А ты не боишься, что тебя твоя жена заклюёт? А то мы твой новый сарай обмыли, а ещё двух досок не схолотили. Ну, жена нет, а вот то, чем мать её, там вот может. Ну, тут без наркоза не обойтись. Как ты её вот эту старую кикимору терпишь? Нет, вот можно подумать, у тебя тёща другой породы. Да такой же. Ну-у. Только она в Глебовке живёт, это 40 верст отсюда, а там ей и место. Ну, вот тут я с тобой с одной стороны согласен, а вот с другой не согласен. Потому что злая тёща в хозяйстве вещь нужная, как злая собака. Да. Да. Только злая собака, в отличие от тёщи, на хозяина своего не бросает. Ну, тихо, кажись, в окно к тебе вор лезет. Да, я... Сейчас я его... Да успокойся ты, сосед. Да пусть лезет, подлюха. Тёща подумает, что это я так ему порожено даёт. Что-то ты забудешь, куда и зачем лез. Да, дорогой. Здравствуй, родная. А как дела? Ой, представляешь, я еле живая. На работе был сегодня сумасшедший день. Ой-ой-ой, что случилось? Ты устала, да? Ой, ты не представляешь, еле на ногах стою. То есть сижу, то есть лежу. Представляешь, накладные сегодня пришли одни, товар пришёл другой, товаровед вообще не пришёл. И я, ну, просто... Бедненькая ты моя. Да, потом ехала в автобусе, мне какой-то козёл все ноги оттоптал. Ты посмотри, дожили, а? Уже животных в автобус пускаем. Да, потом я делала уборку, замоталась, у меня убежало молоко, и мне всё пришлось начинать сначала. А ты в постельке уже, да? Да, да, мой родной, я уже в постельке, а ты где? А я рядом с тобой, в ресторане, сижу за соседним столиком. О, как интересно. Сицилианская защита? Ничего интересного. Сицилианская защита. Вот именно такой случай произошёл во время поединка Михаила Ботвинника с Капабланкой. Какой случай? Они играли, вдруг подошли, вы и стали мешать? Ботвинник применил сицилианскую защиту, а Капабланка ответил ферзевым гамбитом, чем поставил Ботвинника в тупик. Так, послушайте, ну чего вы от меня хотите? Ну, вы извините, просто я подумал, что как-то скучновато играть вот так, одному. Ну, скучно вам одному. Ну, найдите себе партнёра, чего вы ко мне-то пристали? Нет, я имел в виду, что вам в одиночестве скучновато. Ну, с чего вы взяли, что я в одиночестве? Ну, как? Я вон с Вишванатаном играю. С каким Вишванатаном? Так вот с этим. Ходите, гроссмейстер, ваш ход. Боже, какая умная собака. Ничего не умная. У нас, между прочим, ничья. В эфире Армянское радио. Слушайте нас круглосуточно и не переключайтесь, потому что на каждом десятом минуте у нас приз. Иногда бытовая техника, но чаще, конечно, мудрый совет. Вот как раз за этим советом пишет нам дальнобойщик Геворг Джанкананян из сольничного грузовика. Видимо, Геворг собирается сейчас покончить с холостой жизнью или уже после свадьбы проверяет, все ли он сделал правильно. Короче, Геворг Джанкан спрашивает нас, какие женщины более верны, брюнетки или блондинки. Дорогой Геворг, поверь моему личному опыту, самые верные женщины – это седые женщины. Ну ладно, ни гвозда тебе, ни жезла. Нет, милый, сегодня не могу. Да, увидимся завтра. Че ты сказала? Когда? Ну только что. Я сама с собой. Сама с собой, да? Милый, дай-ка мне телефон. Ну а что, ты сама себя можешь назвать милой, а я нет? Ты о чем? Где телефон? Я не знаю. Ну ты же только что по нему разговаривала. Да нет, я журнал читаю. Какой журнал? Че ты мне лапшу на уши вешаешь? Да нет же, говорю тебе, Валер, статья интересная. Здесь написано 50 фраз, которые нужно прочитать громко и с выражением. Типа, дорогой, вынеси, наконец, мусор. Или, милый, когда ты уже прибьешь гордину. И здесь же написано, что занятый важным делом муж услышит только сказанную полушепотом 51-ю. Гляди-ка, не врут. Валер, ну вынесешь мусор или нет? Водку будешь. Гляди-ка, не врут.